Снова огромный пламя итальянской чау! Вот и наступил новый день. Сейчас у нас утро, где-то короче 9.40 утра. Никита короче только что позавтракал. Слушайте, как не избавиться постоянно от этой короче? Вот скажите мне, как избавиться от слов-паразитов? Ну ладно, буду стараться. Значит так, Никита пошел делать уроки. У него до сих пор есть еще летние задания, которые он еще не доделал. Ему надо сегодня еще доделывать кое-какие упражнения по математике. А после обеда он будет делать грамматику. Надо будет ему задавать мне вопросы. Ну как, любому взрослому человеку надо задавать какие-то вопросы. Я даже еще не знаю, какие вопросы, но он решил мне задавать эти вопросы. Я буду отвечать, Никита будет записывать. В общем, какое-то задание по грамматике. Ну ладно, посмотрим, что там с вопросом будет интересным. А я на кухне в это время делаю булочки. Делаю булочки с овсяными хлопьями. Вот у меня овсяные хлопья. Я их еще не убираю, потому что я еще сверху буду посыпать ими. У меня есть видеорецепт, кому надо. В конце я поставлю ссылку на эти булочки. Сейчас у меня тесто подходит. Вроде задумалась сделать итальянский один хлеб. Но это я, наверное, сделаю отдельный видеорецепт, потому что очень интересный рецепт и очень вкусный хлеб. Так что, кому надо, посмотрите. Погода у нас нынче вот какая солнечная. Не знаю, не посмотрела, сколько с утра градусов, но в комнате, в принципе, дома у нас тепло. Так что я кофту не одевала сверху. Даже вот в сарафанчике до сих пор. Я еще по-летнему. А вот и мой огородик до сих пор. Мята моя. Забыла сорт этой мяты. Блин, как же сорт. Ладно, потом вспомню. Базилик. Кстати, у бабули очень много базилика, но она уже не может самоделать песто. Так что, скорее всего, надо мне выискать день. Я не знаю, когда нам. Я надеюсь, что на следующей неделе все-таки выберусь, выделю один день специально, чтобы собрать весь этот базилик и сделать песто. И покажу вам, как я его делаю. Тут у меня еще пять кустиков салатика. Вот такой вот зелененький салатик вкусный. Вкусный салатик. Вот. И здесь у меня, помните, мята у меня, когда была от свекров мята, она у меня пропала, засохла. А цветочки были. Я эти цветочки просто мята убрала и цветочки посеяла здесь. И вот, смотрите, начали выходить вот это вот, вырастать новые, новая мята. Вот эти вот старые надо, конечно, убрать. Вот. Это потом, потому что последний раз я еще раз от свекрови принесла мяту. Вот. Еще раз посидела, а она опять же засохла. А вот эти вот семена все-таки проросли. И вот у меня мята здесь выходит аккуратненько, аккуратненько. Вот. Видите? Видите? Молоденькие мяты. Она осталась. Я с землей прикрою. Надо мне убрать вот это все старое, старье. Жалко. Я не хочу тревожить молодые проросшие мяту. Аккуратненько. Блин. Да, надо как-то. Потому что там же корни, блин, разрастаются. Пипец. Видите, какой цветочек. Не хочу, чтобы он вышел. Опа, опа, опа. Аккуратненько. А-а-а. Да-да-да-да-да-да. Ну, ладно. Больше не буду вытаскивать. Они, видите, молодые цветочки пошли еще и с этого старого корня. Все. Больше не буду. Больше не буду вытаскивать. Пусть так и растет. Вот еще один кустик какой-то непонятный. Не-не-не, не буду. Не буду рисковать. Вот так. Вот у меня новая мята. Кстати, эта мята очень вкусная у свекрови. Совсем другая разница. Видите, здесь темные такие листочки. Блин, как же это. Сорт называется мяты. А здесь вот такие светленькие. И это такая душистая мята. Мята прелесть. Здесь у меня еще... Что это? Тмин, по-моему. Да, по-моему, тмин. А это шалфей. Это мята, которую я от поболи принесла. Воду поставила и потихонечку отрываю и в чай добавляю. Вот. Так вот, огородик у меня. И такая вот погода у нас сегодня. Тишина, спокойствие. Меня наш здешний клевет не очень радует, потому что у меня частые головные боли. Особенно это начинается осенью, весной, когда смена погоды. У меня такие головные боли. Вот это вот. У нас вот эта сырость. У нас вот эта влажность. И опять у меня сегодня с утра голова болит. Давление в порядке. Все в порядке. А голова болит. Вот. Сейчас выпью обезболивающий. И снова у меня дома такие, что хочется жить в море. У того климата, короче. Кто у нас еще? Рыбы, кроме меня, по гороскопу. Короче, я недавно на телефон закачала одну программу гороскопы. Ну, просто так, наверное, делать нечего и для интереса. Потому что я читала отзывы, и люди писали, что действительно все подходит, все совпадает. И мне так стало интересно. Ну и начала, короче, начала, не начала, а закачала себе эту программу. И мне каждый день, каждое утро мне приходит оповещение на гороскоп на день. И вот мне только что пришло оповещение на сегодняшний день для рыбы. Рыбы для меня. И кто еще у нас рыбы? Оно, отзовитесь. Ну, короче, считаю, какой сегодня удачный у нас день. Йо Каламане. Надо отпраздновать, наверное, в конце дня, конечно. Иногда могут возникать... Удачный день. Иногда могут возникать проблемы. Но нет сомнений в том, что вы найдете простой и эффективный способ их решения. Настойчивость и целеустремленность, свойственные вам сегодня, позволяют добиваться успеха там, где в другое время пришлось бы смириться с неудачей. День подходит для начала необычных творческих проектов, эффективные занятия, спортом, активный отдых, заметно улучшает настроение. А результаты косметических процедур неизменно радуют глаз. Можно экспериментировать с имиджем. Вы останетесь довольны своим новым обликом. Бизнес 5, любовь на пятерку и здоровье на пятерку у нас. Уху! Радуемся, рыбы. Ну, насчет имиджа, конечно, но в спорт все это хорошо, да. Но насчет имиджа, вот я думаю, что сделать с волосами, что можно еще сделать с волосами. Жду, когда же они отрастут у меня, эти волосы. Уже соскучилась по длинным волосам и по прямым. Ну вот, пока у меня, как говорится, ну-ка, надо как, конечно, попробовать выпрямить волосы, посмотреть, что у меня за прическа там будет, интересно. Болосы-то отросли уже. Так что меняем имидж, меняемся, все хорошо у нас у рыб сегодня, дай бог, и остальным знаком тоже удачный день. Так, смотрите, у меня уже хлеб готов, я уже испекла, сделала видеорецепт, попробовала, конечно, кусочек хлеба, хотя я хлеб не ем, ем хлеб только по утрам. Вот, но сейчас чисто попробовала. Вот такое вот получается, корочка такая хрустящая, мякиш такой мягенький, очень вкусный хлеб, очень легкий и, кстати, быстрый рецепт. Так что посмотрите чуть попозже видеорецепт. А это мои булочки уже готовы, только что они испеклись, мягенькие такие, я их накрыла, чтобы они так остывали немножко, это с этими, со всякими хлопьями, так что кому-то надо, я в конце видео оставлю ссылку на этот видеорецепт. Сегодня у меня, короче, такой кухонный стрепичный блок. Я сегодня на обед еще сделала нам с Никитой оладьи из кабачков, со сметанкой, кстати, сметанка, сметану я покупаю вот какую, сейчас я покажу, если кому-то интересно. Вот такая вот сметана, это греческий йогурт, греческий кремоза, это продается, это сметана в МАДИ, очень, кстати, вкусная сметана, немножко с кислинкой и действительно похожа на нашу сметану. Вот такие дела, я уже ничего не хочу готовить, я, наверное, устала немножко, немножко. Кстати, у нас вчера утро, что-то тут недалеко от нас произошло, мне Ленуся, моя подруга-видеоблогер тоже с Италии, Молдаваночка Леночка, привет, на смс-ке, на ватсапе написала, что там недалеко горит, короче, типа мусор, мусоросвалка, резиновых там всяких отходов, шины и все такое. Вот, мне вчера даже некогда было проверять информацию, честно говоря, я сегодня утром открыла информацию, открыла новости и прочла, что это не в самой Мартаре. Мартара город, где я сдавала экзамен вождения в автошколе Мартара, но это не в самой Мартаре, это за Мартарой в сторону Павии, там, короче, не знаю, какое-то село или что там находится, короче, там какая-то фирма, где там были все отходы, вот эти вот резиновые отходы для переобработки, вот. И вчера в 6.30 утра там начался пожар, начало все гореть и такой крупный огонь был, несколько машин, несколько команд пожарных прибыло туда, даже полиция прибыла, чтобы узнать причину пожара, потому что это уже не первый раз, когда в Италии горят вот именно вот отходы всякие, что-то подозрительное, короче, потому что у нас уже нет такой жиры, какая была, 40 градусов, главное, не горело, сейчас у нас 23 градуса и вдруг загорелось. Короче, в общем, там полиция разбирается, и сейчас по воздуху летают вот эти вот всякие вот пары, вот эти вот вредные, и как мэрия, синдикат, короче, посоветовал людям, которые там рядом недалеко живут, не выходить из дома, закрывать все окна, если которые школы уже были открыты, закрыты, закрыты все школы, вот, на несколько дней, пока это все не улетучится, и пока пожар полностью не потушат, потому что они сказали, что еще понадобится несколько дней для потушения этого пожара. Конечно, от нас это где-то километров 40, если не больше, но нам отсюда ничего не видно и ничего не слышно, я по воздуху чувствую, что все в порядке, как обычно, вот, но там, тем людям я не завидую, конечно. Хотя у меня вот это вот головные боли, может быть, действительно что-то вот, вот, и вчера голова болела, и сегодня, может быть, действительно что-то в воздухе есть, давление-то у меня в порядке, а голова болит, кто его знает. Ладненько, главное, что, чтобы быстрее потушили пожар, и все, все будет хорошо. Какой-то у меня кухонный, как говорится, стряпичный блок. Конечно, не показала я вам оладьи из кабачков, такие вкусные, такие красивые были, я, конечно, снимала, но у меня почему-то не сохранились эти кадры. Что-то камера моя барахлит, придет муж, надо будет ему сказать, потому что это же не первый раз. Ладненько, все будет хорошо, а будет еще лучше, чего я вам желаю. До новых видео встреч, чао-чао!